МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Вадим Витковский. И сегодня в выпуске. По улице Ленина открылся магазин Белкнига. В городском центре культуры Победа проходит ежегодная республиканская универсальная выставка-ярмарка «Калядная скарбница». Автоматические системы предупреждения о пожаре способны предотвратить трагедию и спасти жизнь людей. В области стартовали традиционные елочные базары и рождественские ярмарки. Среда 20 декабря была богата события в нашем городе. По улице Ленина открылся магазин Белкнига. Надо отметить, что за последний месяц это уже второй открытый книжный магазин. Мы приехали чуть раньше официального открытия, чтобы была возможность, что называется, осмотреться. Просторный, но в то же время уютный магазин, где на стеллажах разместились книги на любой вкус и любую возрастную аудиторию. На открытие магазина приехали высокие гости. Уважаемые сябры, уважаемый Александр Григорьевич, Николай Михайлович, верьми приемно, что дел книга, сегодня отчиняя магазин у Орши, на родиме у Владимира Короткевича. Мне сдается, что это знаковая подея не только для Орши, а и в уголе для айчинного книга «Гандлю». И верьми вдячна, Александр Григорьевич, вашему коллективу за такий проект. Спадзеюся, что это будет дустрованием и всех помкнений наших книжников, которые работают на корысть читача, на корысть тех, кто открывает сучасную книгу. Дозвольте мне, от имени Витебского областного выполнительного комитета и особиста старшин облаконка Мишерственного Миколая Миколаевича, широко повиншировать всех с нагодой открытия книгарни в городе Орши. Это третья книгарня Орши и четырнадцатая книгарня у Витебской области. Помимо того, что это макшимость набить книгу, это еще и 10 рабочих мест. Я думаю, что эта подзея будет добрым знаком у прадновогодних святых, которые уже наближаются. К тому широко веншуюсь их с открытием книги Друкарни, веншуюсь с наближением новогодних святых, ожидаю мира, добра, новых успехов. А завершить мне бы хотелось словами нашего знакомитого земляка, Франциска Скорына, который с далекого, 16-го стагодия адресовал нам духовный посыл. Любите книгу, потому что она крыльется ведом и леком для души. А человеческие слова – наидорожайшие скарбы. Спасибо. И приемно примать и дел в таких мероприятиях при священном открытии новогодневой карамы именно на двух языках было именно по продаже книг, по продаже всего того, что помогает человеку действительно стать более умным, более образованным, иметь более обширный кругозор. Очень важно это для Оршанского района. Я скажу почему. Потому что вы знаете, что главой государства поставлена задача, чтобы Оршанский район стал лучшим образцом в стране по развитию. И это не только, как и ведущая сказала, самолеты, интернет и еще что-то. Все это есть. В Оршанском районе есть промышленность, есть мощное сельское хозяйство. Очень важно, чтобы кроме этого человек знал, понимал и имел возможность в социальной сфере найти себя. Чтобы он обладал новыми знаниями. Чтобы он обладал кругозором. Чтобы он был культурным. Чтобы он понимал, что все те знания, которые он почерпнет, в том числе из этого магазина, помогут ему стать более эффективным работником. А если более эффективным работником, значит и более эффективным человеком пожить. Значит он найдет себя. Значит ему будет хотеться идти на работу. После работы он будет хотеть идти домой. Он будет знать, что там его ждет любимая газета, любимая книга. Кроме этого он приведет сюда потом и своих детей, и родственников. В результате уровень, средний уровень, скажем так, если уже взять средства всего, людей Оршанщины будет выше, чем в любых других регионах. Очень рад открытию такого магазина. Значит он родился с подачей главы государства, прямо скажем. И такая синергия образовала симбиоз усилий местной исполнительной власти, вертикали власти и министерства информации. И с 1 июня быстро все развивалось, скоротечно. Здесь вообще ничего этого не было. Просто в следующий раз буду фотографировать, чтобы показать, что это просто был цемент здесь и все, что здесь было. Здесь постарались магазин насытить современное кассовое оборудование, сплит-системы, торговое оборудование. То есть магазин, ну может быть даже в Витебском регионе, не только в Орше, он, наверное, по своему оснащению на таких рубежах передовых. Гости осмотрели представленные в продаже книги, но особенно отметили, что в магазине созданы уголки, где можно проводить встречи с писателями. Во-первых, мне хотелось бы сделать акцент на том, что Орше – это не случайный регион. Это регион, который входит в государственную программу по социально-экономическому развитию нашей страны, по социально-экономическому развитию регионов. И когда президент поставил разным галинам народной господарки задачу сделать акцент на своем укладе, то, конечно же, мы в первую очередь взялись за ревизию тех справ, тех некерунков, которые входят в сферу деятельности Министерства информации, в сферу деятельности книгогандлевую, полиграфичную, в систему распространения про союз друг, друкованных продукций, друкованных средств массовой информации. И поэтому мы удячны, что у нас отрымался такой супольный проект, что нас отрымал Раршанский райвы канкам. И тут отчинены достаточно великие, мне кажется, по площади книжный магазин. Бел книга сделает все мягчимое. В ближайшие месяцы, я спадеюсь, откорректируя интересы с пожилцов, покупников, миновата, сделает взрыв, кто сюда придет, за какими потребами, за какими книгами. Але уже все не зрозумело, что акцент будет на эдукационной книге. Могчима будет пошук книг с новыми технологиями. И про это мы так само думаем. Я маю на увазе электронную книгу. Безумовно, шмат уваги, покольки тут хорошая площа, будет нададена живым встречам белорусских литераторов с читачами. Тут есть специальная зона для этого вылучена. И мне, сдается, в уголе хотелось, чтобы это место стало такой кропкой притягнением творчей в уголе интеллигенции города и тех, кто любит книгу. У нас упорно, целевостремленно развиваются торговые сети. Везде, в малых, в больших населенных пунктах. Почему так же до последнего времени не развивались вот такие вот книжные магазины? Человек сам, человек вместе со своей семьей, детьми, близкими, знакомыми, район, область, производство могут быть эффективными только тогда, когда каждый человек всесторонне развивает. Вот я считаю, одним из самых значимых событий, кроме открытия новых производств, завода в Варшанщине, это открытие этого магазина. Человек должен интересоваться, что происходит в мире, что происходит конкретно в его области, которой он занимается, какие есть новинки. Он должен прийти сюда, как в святые святых, прийти на основе личного интереса. Не надо его сюда в шею заталкивать. Человек придет. Когда он узнает о том, что здесь найдется его интерес, он обязательно сюда придет. Я искреннейше благодарен министру информации Александру Николаевичу Королюковичу, тем работникам, которые открывали магазин. Спасибо, что в Варше открыт очередной такой магазин. Я хочу и я думаю, что так будет. Это не последний магазин. Это суперважно. Это важно в рамках того, что Оршанский регион должен стать передовым и определенным образцом для развития региона. Так вот, в области социальной сферы открытие книжного магазина – это одна из самых главнейших составляющих. Александр Григорьевич также обратил внимание, что цены на книги – самые доступные Витебской области. Сергей Бойко, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». В преддверии Рождества и Нового года Оршанцев ожидало еще одно важное событие. На протяжении четырех дней с 20 по 23 декабря в городском центре культуры «Победа» проходит ежегодная республиканская универсальная выставка-ярмарка «Калядная скарбница». На открытии выставки побывала наша съемочная группа. Край наш озерный, ведьми-прыхожие, Добрые люди у них живут. Мы гостям за учеты рады, Песни звонкие оттуткают. Добрые люди, мы вам рады, Рады бачить вас у нас. В наших караваев вас подчастуем, Слады, хоть и кучей до нас. Организаторами выставки-ярмарки традиционно выступают Оршанский районный исполнительный комитет и Витебское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты. «Калядная скарбница» проходит в Орше уже в шестой раз. Конечно же, это все делается для того, чтобы продемонстрировать по предприятиям, которые находятся на территории Оршанского района, что сделано нового, какие продукты питания, какие товары освоили за предыдущий год. Приглашаем постоянно мы наших гостей со всей Республики Беларусь. И, конечно же, чтобы сделать праздником жителям нашего города, нашей Оршанщины. Глава государства нам подставил задачу развить Оршанщину. И за ближайшие годы мы должны ее поднять на новый, более высокий уровень. Всем хочется пожелать в преддверии новогодних праздников крепкого здоровья, хорошего настроения, веселого, чтобы у вас были улыбки. И чтобы все задуманное в Новый год у вас это свершилось. И 2018 год принес вам только все позитивное и положительное. Я хочу поблагодарить всех участников, гостей, организаторов нашей ярмарки, официальных лиц за то, что вы с нами, за то, что мы вместе, за то, что это событие продолжается уже 6 лет. И я не побоюсь этого слова, оно стало знаковым. Знаковым не только для региона, но и для области. Это одна из крупнейших ярмарок, которые на сегодняшний день проводятся в области. И время выбрано, в общем-то, волшебное. С наступающими праздниками. Это время, в которое мы вспоминаем все то хорошее, что произошло в этом году. Строим планы на будущее. Я, наверное, хочу просто пожелать сегодня вам и вашим близким всего самого хорошего, светлого, доброго, теплого в наступающем году. И поздравить вас с теми праздниками, которых мы все уже давно-давно ждем. Накануне праздников времени всегда не хватает, поэтому «Калядная скарбница» – это настоящий подарок для покупателей. Здесь в одном месте собрано все, что ищет каждый из нас в преддверии рождественских и новогодних праздников. На этот раз выставочные стенды в городском центре культуры «Победа» разместили более 40 участников – из Витебска, Минска, Слонима, Гомеля, Могилёва, Брянска и других городов Белоруссии и России. Как всегда, широко представлена продукция оршанских предприятий и индивидуальных предпринимателей. Проходят акции продажи по сниженным ценам. Организаторы выставки-ярмарки приготовили для гостей дегустации продукции, мастер-классы, показ моделей и многое другое. Посетители могут приобрести товары для дома – одежду, обувь, продукты питания, косметику, галантерею, текстильные изделия – все это по ценам производителей. Данная продукция натуральная, она на основе яблочного пектина, яблочной патоки, без добавления сахара, без добавления пищевых добавок. То есть основа продукта, как я уже сказала, яблоко идет и рецептура с 19 века. То есть, если почитать предысторию, предприятие было с 1881 года. Данная продукция, как в рекламе идет, раньше еле царит, теперь доступна всем. Самая знаменитая воздушная пастила, которая делается и запекается в печах, очень длительный процесс. Что хочу сказать еще по данной продукции, что она не имеет противопоказаний для людей с ограничением питания. В сладостях, аллергике, кормящие мамы, маленькие детки – все доступно, все съедобно. Реклама. Реклама. Организаторы очень добрые. В широком ассортименте молочная продукция, мясные колбаски. Очень интересная продукция у нас. Есть и новые сывороточные напитки производит молочноконсервный комбинат. Сгущенка в широком ассортименте. Бренд наш – вишневая сгущенка. У нас проходит вишневый фестиваль, поэтому по этому случаю выпускаем такую сгущенку. Ваши покупатели очень довольны продукцией, нас всегда спрашивают. Началось с того, что пошли учиться в колледж на вечернее обучение на год, на диплом. Пошли учиться на изготовлении художественных изделий из лозы. Корзиночки сами, что плетем, маленькие шкатулочки. Картины сами делаем, получается, вручную. Ну, в принципе, с этого и началось. Ассортимент будем расширять, потому что нам еще и учиться до июня. В основном изделия ремесленные, которые корзинки, маленькие корзиночки, шкатулочки. То, что и картины, естественно. Остальное, конечно, ассортимент, понятно, что промышленный, маникюрно-педикюрный. Мы уже не первый раз участвуем. Просто что ассортимент мы начали более упор делать на ремесленные, естественно. Маникюрно-педикюрные у нас давно уже. Это мерцам в основном возим, с сертификатами все как положено. Ну, а так уже просто в торговом палате международно сотрудничаем со всеми по Беларуси. Ежегодная республиканская универсальная выставка-ярмарка «Калядная скармница» будет работать в Орше до 23 декабря. Расположилась она в городском центре культуры «Победа» и ждет посетителей с 10 до 19 часов. А 23 декабря, в последний день работы выставки, до 14. Галина Башкова, Алексей Цибульский, телекомпания «Скиф». Автоматические системы предупреждения о пожаре способны предотвратить трагедию и спасти жизнь людей. Система мониторинга «Молния» в очередной раз позволила витебским спасателям оперативно справиться с последствиями возгорания в общежитии предприятия «Белпочта». По прибытию к месту вызова подразделения МЧС обнаружили задымление в окне четвертого этажа. Чтобы максимально обезопасить жильцов, была проведена эвакуация. Тяжелых последствий для жизни и здоровья удалось избежать благодаря тому, что в момент пожара в комнате никого не было. В комнате, где произошло возгорание, проживали мать, дочь и двое малолетних детей. Это мальчик 6 лет и девочка 12 лет. В момент возникновения пожара в комнате никого не было. Бабушка с внуком находились в соседней комнате, мама была на работе, а девочка играла на улице. Пожар был ликвидирован в застегнутых размерах. Для ликвидации было привлечено 12 единиц техники, 8 издвениями газо-дымозащитной службы, с использованием масок для спасаемых, по лестничным клеткам было эвакуировано 57 человек. Среди них 27 детей. Причина пожара устанавливается, рассматриваем версия нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Автономный пожарный извечатель в тот же день спас жизнь женщине в деревне Язна Меорского района. Хозяйка дома вовремя услышала звуковой сигнал противопожарной автоматики и покинула помещение. Огнем оказались поврежденный потолок, стены, а также имущество. Женщина проснулась от сильного звукового сигнала и покинула дом еще до прибытия подразделений МЧС. Причина пожара в настоящее время устанавливается. Стоит отметить, что, к сожалению, к выходным дням количество пожаров увеличивается, на которых и больше всего гибнет людей. Причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. В области стартовали традиционные елочные базары и рождественские ярмарки. В этом году торговля началась раньше, чем обычно, практически за две недели до наступления Нового года. Приобрести главный символ праздника ветебляне могут в точках реализации лесхозов в города и районах. Одновременно с продажи зеленых красавиц в регионе стартуют рейды по предупреждению незаконной вырубки. Подробности в репортаже Дмитрия Станского. Живая ель в доме – это дань древним традициям. Символ Нового года еще со времен Петра Первого. Пластик не может передать неповторимый аромат хвой и морозной свежести леса. Чтобы не причинить ущерб природе, деревья, которые планируются реализовать на елочных базарах, выращивают отдельно. Живая ель, есть живая, и запах, и какая-то атмосфера, частичка природы. Тем более, что эти деревья выращиваются специально для продажи, в специальных плантациях. То есть никакого вреда природе не наносится вырубкой именно вот этих новогодних деревьев. Заготовка ели идет в основном на специальных плантациях. Эта практика введена с 2010 года. Но пока объем продукции товарного вида невелик. Примерно 500-600 деревьев в сезон. Ели растут достаточно долго, поэтому недостаток приходится компенсировать дополнительной контролируемой рубкой. 10, 12, 15 лет вот этим вот деревьям, которые где-то 2-3 метра вырастают. Ну, представляете, что это такое? Плантации тоже надо где-то 15 лет, чтобы товарные виды новогодние деревья имели. Поэтому в нашем лесном хозяйстве не все так быстро делается и выращивается, как хотелось бы. Витебский лесхоз готов и к проведению рейдов по выявлению фактов незаконной рубки деревьев к Новому году. Активное взаимодействие ведется с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира, милицией. Установление нарушителей будут осуществлять и специальные технические средства. С этими ведомствами у нас будут организованы посты и рейдовые мероприятия направлены на пресечение незаконной заготовки деревьев. Кроме этого, мы уже последние 2-3 года широко используем фотоловушки, которые также будут установлены. Точные цены на новогодние ели и сосны можно узнать в пунктах реализации. Основная торговля начнется примерно за 3-4 дня до наступления католического Рождества. Выбрать вечно зеленую красавицу на свой вкус и цвет можно будет на одном из практически 20 пунктов реализации по всему Витебску. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Прогноз погоды завершает наш выпуск. Я же благодарю вас за внимание. Всего вам самого доброго и хороших вам новостей.